Здравствуйте! На этом уроке нам нужно найти вероятность того, что при броске двух игральных костей с шестью гранями выпадет дубль. Что такое дубль? Это значит, что, когда мы бросаем 2 кубика, на обоих выпадает одинаковое количество точек на верхней грани. Например, 1,1 – это дубль, 2,2 – это дубль, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 – все это дубли. Итак, нам нужно найти вероятность того, что при броске двух игральных костей выпадет дубль. Сначала давайте определим количество возможных исходов или, так сказать, выборочное пространство для этого события. Итак, что может выпасть на первом кубике? Давайте запишем. Кубик номер 1 может выпасть любая грань из шести. Значит, это может быть грань с одной, двумя, тремя, четырьмя, пятью и шестью точками. Теперь рассмотрим второй кубик. Здесь тоже самое. Может выпасть грань с одной, может выпасть грань с двумя, тремя, четырьмя, пятью и шестью точками. Мы записали возможные исходы для каждого кубика в отдельности. Теперь давайте посчитаем количество исходов для кубиков в целом. Давайте проведем граничные линии, так сказать, сетку. Итак, проводим горизонтальные линии. И теперь проводим вертикальные. Вот так. Итак, в первой строке будут все исходы, при которых на первой кости выпадает 1. Во всех этих случаях на первой кости выпадает 1. Во второй строке – все исходы, при которых на первой кости выпадает 2. Вот так. В третьей строке – все исходы, при которых на первой игральной кости выпадает 3. Думаю, понятно, как дальше это будет выглядеть. В четвертой строке – первая кость с четырьмя точками. В пятой – с 5. И в шестой – с 6. Теперь переходим к столбцам. В первом столбце – все исходы, при которых на второй кости выпадает 1. Во втором столбце – все исходы, при которых на второй кости выпадает 2. В третьем – все исходы, при которых на второй кости выпадает 3. Далее на второй кости выпадает 4. В пятом столбце – все исходы с 5 точками на второй кости. И, наконец, в шестом столбце – все исходы с 6 точками на второй кости. Каждая клеточка представляет собой возможный исход испытания. В этом случае выпадает 1 на обеих костях. Это исход, при котором на первой кости выпадает 3, а на второй – 2. В этом же случае на первой кости выпадает 4, а на второй – 5. Всего возможных исходов испытания – 36. 6 и 6 возможных исходов. А вот теперь давайте выясним, сколько из них благоприятствующих. Т.е. сколько исходов удовлетворяет нашему условию, нашему критерию. Другими словами, при каком количестве исходов выпадает дубль? Т.е. одно и то же число на обеих костях. Давайте посчитаем. Это один исход – 1,1. Это второй – 2,2. Еще есть 3,3. 4,4. 5,5. И еще 6,6. Всего исходов – 1,2,3,4,5,6. 6 благоприятствующих исходов. Теперь можно ответить и на вопрос задачи. Какова же вероятность того, что при броске двух игральных костей выпадет дубль? Эта вероятность будет равна отношению количества интересующих нас событий, а это количество равно 6, мы это только что посчитали, 6 к общему количеству возможных исходов. Это наше выборочное пространство. Всего исходов 36. Значит, общее количество возможных исходов равно 36. Давайте теперь сократим эту дробь на 6. 6 разделить на 6 – 1. 36 разделить на 6 равно 6. Таким образом, вероятность того, что при броске двух игральных костей выпадет дубль, равна 1,6. Ну, а на этом все. До скорых встреч!